Девушки отдыхают Можно цеплять прищепки и на забавные картонные фигурки Одни станут ножками барашка, а другие его рожками Очень весело будет выглядеть человечек с ручками и ножками из прищепок А еще, складывая прищепки, можно их пересчитывать Ребенок будет с удовольствием это делать, повторяя за вами Из прищепок можно построить все, что угодно Например, даже очень хорошую башню За первую прищепку, которую держит мама, малыш цепляет вторую, третью Возведение прищепочной башни требует внимания и терпения Зато такое строительство улучшает координацию движений и активно развивает мелкую моторику рук Для следующей игры понадобится любая веревочка, которую следует надянуть между двумя стульями и прищепки двух цветов Берем левой рукой прищепки одного цвета, а правой другого и поочередно нанизываем их на веревку Для этого ребенку потребуется определенная сноровка и сообразительность При чередовании рук синхронизируется работа полушарий головного мозга А теперь поиграем в магазин Из прищепок сделаем счеты Сколько мама хочет купить бананов? Три Отложим это количество на счетах вправо А апельсинов? Два Отложим тоже Теперь попробуем сосчитать, сколько всего фруктов купила мама Пять Вот так вот две малыш постигает первые азы счета Маленькие модницы прищепки тоже пригодятся для создания неотразимого наряда Ведь любой большой мамин платок при помощи нескольких прищепок можно превратить в шикарное платье Так просто, а сколько удовольствия Если ваш ребенок любит рисовать, можно развесить его рисунки с помощью прищепок в удобном месте Только развешены должны быть по-настоящему хорошие рисунки, чтобы малыш знал Он действительно поработал не зря И теперь его рисунками любуется вся семья Отлично развивает пальчики и координацию движений такое упражнение Возьмите обыкновенную резинку, вязальную спицу и нанизывайте на спицу гусинки Занятия доступны даже для самых маленьких Игры с мелкими предметами очень нужны детям Они стимулируют развитие речи Это уже доказано давно Все знают игры ладушки, все знают игры сорока-ворона Это как раз бабушки уже знали эти секреты Что через мелкую моторику, через движение пальчиками, через перебирание пальчиками Детки начинают развивать речь С полутора-двух лет ребенок вполне справится с раскладыванием мелких предметов, например, пуговиц Пустые ячейки и коробки из-под конфет Такое занятие будет дополнительно развивать координацию движения малыша Внимание! Не оставляйте малыша, играющего с мелкими предметами, без присмотра взрослых В 3-4 года малыш должен научиться застегивать пуговицы Для этого шейте любимому малышу зайцу жилетку с пуговицами И пусть малыш упражняется В этом же возрасте можно познакомить ребенка с иголкой Сначала малыш должен освоить самое простое, например, пунктирный шоу Если взять тупую иголочку и на нее нанизывать пуговички под присмотром мамы Это тоже очень интересное и увлекательное для детей занятие Они могут их позже полутора лет и пришивать сами И зашивать всю ткань И мамы, наверное, с удивлением смотрят Как это так получилось, что ребенок увлечен и долго А купить дорогую игрушку и ребенок раз бросил шарик, два Ему стало неинтересно Это связано с тем, что в обычной жизни чаще мамы используют Пришивают пуговички, чаще режут что-то ножом И поэтому дети это видят и хотят тоже потрогать В развитии мелкой моторики рук хорошо помогают и простые спички Игры с которыми могут быть совершенно безопасными И помогают в тренировке памяти, внимания и учат усидчивости Для начала поучите малыша брать палочки разными пальцами Большим и указательным, большим и средним, большим и безымянным Затем пригласите его в путешествие, построив железную дорогу и спичек По которой может проехать веселый поезд Теперь можно перейти к геометрическим фигурам К квадрату, треугольнику, прямоугольнику Предложите малышу построить домик из квадрата и треугольника Не ограничивайте фантазию ребенка, пусть домики будут самые разные Немного усложните задание Нарисуйте на бумаге схему, например, вложу И пусть малыш сам выложит из спичек этот рисунок Если задание окажется слишком тяжелым для ребенка, помогите им Потренируем внимание Если ваш малыш уже знает буквы, поиграйте с ним в игру «Буквы поломались» Для этого напишите спичками чье-то имя, пропуская некоторые элементы букв Пусть ребенок подумает, какие буквы и как поломались, и починит их Чтобы ребенок развивал память, покажите ему рисунок готовой фигуры И через несколько секунд накройте, чтобы малыш по памяти сложил ее Чтобы упростить задачу, напомните, сколько спичек участвует в задании Затем вместе сравните фигуру малыша с оригиналом Посчитайте спички, найдите ошибки Получилось? Для красоты можно покрасить спички в разные цвета Или взять разноцветные счетные палочки Ими можно нарисовать настоящую картину Для детей постарше 6-7 лет Можно предложить задание на развитие логического мышления Например, как из пяти спичек построить два треугольника А еще можно предложить ребенку построить домик А затем переложить две спички в этой фигуре так, чтобы домик повернулся в другую сторону Такие игры интересны и детям, и родителям Они очень просты, но увлекательны и полезны